Добрый день, уважаемые телезрители! У нас сегодня очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Уже в несколько привычном даже формате «Смотрите, кто пришли», потому что у нас сегодня два гостя. И сегодня у нас будет, на мой взгляд, приинтереснейшая тема, но мы собираемся по грустному поводу, по трагическому поводу. 11 мая в Казани произошел шутинг. Подросток, малой человек, устроил стрельбу в школе номер 175. 32 человека пострадали, 9 человек погибших, большинство пострадавших погибших – дети. Это событие потрясло всю страну. Потрясло Казань, которая до сих пор пребывает в шоке. И общество сейчас ищет, жаждет мести, ищет виновных и хочет найти средства, которые помогли бы предотвратить подобные трагедии впредь. Вот об этих средствах мы сегодня и поговорим. И поговорим мы с, на первый взгляд, очень необычными людьми, с математиками. С математиками Казанского федерального университета. Это Вахитов Галим Заберзьянович, заведующий кафедрой технологии, программирования, института вычислительной математики и информационных технологий, в миру более известный как ВМК. И представитель того же ВМК, заведующий кафедрой информационных систем, Гафаров Фаэль Мубаракович. Здравствуйте, дорогие гости. Здравствуйте. Дорогие гости, вот почему я пригласил на эту тему не психиатров, не сотрудников правоохранительных органов, которые, казалось бы, именно у них ищут ответ на этот вопрос, а математиков, специалистов математической статистики и искусственного интеллекта. Дело в том, что мои гости занимаются приинтереснейшей темой, на мой взгляд, очень перспективной темой, созданием нейросетевых психометрических моделей поведения личности. Другими словами, наши гости занимаются тем, что, просматривая огромные массивы данных в соцсетях, в интернете, они могут определить какие-то характеристики человека. И в данном случае у меня такой вопрос. Те технологии, которые используете вы, те программные продукты, которые вы уже разработали, те идеи, к которым вы подошли, можно ли их использовать для того, чтобы определять группы риска тех людей, которые потенциально способны устроить шутинг, то есть, условно говоря, с нестабильной психикой таких людей. В общем, мы на эту тему поговорим, и мы поговорим о тех разработках, которые ведутся, потому что, я так понимаю, для вас самих эта тема неожиданно всплыла, именно в таком ракурсе. Вы занимаетесь в поисках других людей, не больных в данном случае, не психическими отклонениями. И мы поговорим, можно ли использовать те технологии, которые вы разработали, вот для поиска именно людей с отклонениями, которые способны на массовое насилие и просто насилие. Вот, предлагаю начать. Ну, конечно, наша работа, она, в общем-то, ведется в плане поиска как раз одаренных студентов, одаренных молодых людей, действительно, тех, кого мы считаем академически успешными, потому что работаем мы в Казанском федеральном университете, и наша функция — это поиск тех, кто сможет дать нашему обществу положительный толчок в развитии, тех, кто сможет помочь нашему обществу лечить нас, строить дома, развивать транспорт, развивать другие сферы жизни. То есть задача, которую я вам предложил, она прямо противоположна? Она прямо противоположна, да. То есть вы ищете других людей. Мы ищем других людей. И тем не менее, вот те методы, которые вы используете, я очень попрошу вас рассказать о том, как вы ищете таких людей, какие механизмы вы используете, но можно ли эти механизмы использовать для поиска людей с прямо противоположными наклонностями? Тогда я еще сначала дам пару моментов, пару фактов. Дело в том, что мы работаем в рамках Гранта РНФ, работаем, это междисциплинарный проект, математиков, специалистов по информационным технологиям, и, естественно, психологов, и в рамках лаборатории, которая работает в Институте психологии и образования, КФУ. И руководителем этого Гранта является Попов Леонид Михайлович, доктор психологической наук, профессор. И наша работа как раз состоит в том, что психологи размышляют на тему и дают нам информацию о том, какой типаж студента является успешным, кого можно назвать успешным студентом. А мы со своей стороны обрабатываем статистику и создаем информационный продукт по поиску таких, в общем-то, молодых людей. Подобные исследования, они не являются какой-то большой новостью. На самом деле, подобные исследования делались и томскими коллегами в рамках их университета. Они искали хороших абитуриентов, тех, кого можно целевым образом приглашать к себе в университет, чтобы они не уезжали, не оставляли регион свой, а как раз жили и развивались на своей территории. Подобные действия и, в общем-то, делаем мы. Ну, может быть, Фаэль Макаракович продолжит немножко о тех технологиях, которые используются. Фаэль Макаракович, я хочу вас спросить. Теоретически, с вашими медленными, можно отыскать психопатов, тех людей, которые готовы пойти на шутинг? Теоретически пока. Теоретически, я, конечно, не специалист такой глубокой психологии, но я думаю, что можно. Что для вас, что нужно для этого? Что вам нужно для того, чтобы подобные люди, ну, можно было создать базу данных таких людей? То есть, я правильно понимаю, там же ведь речь идет о том, что вы по каким-то следам поведения людей в интернете можете определить, склонен ли этот человек. Это не значит, что данный человек пойдет стрелять. Это не значит, что данный человек, у него в какой-то момент планка опрокинется, и он устроит, ну, очень нехорошие вещи. Но то, что потенциально он к таким вещам склонен, вы это определить сможете. Правильно я понимаю? И вот что вам нужно для этого, чтобы вы могли определить таких людей? Ну, вот, мы используем методы машинного обучения при анализе данных, и в основном используем даже нейронные сети, в основном нейронные сети. В этих задачах самое главное — это подготовка наборов данных для обучения наших алгоритмов, для обучения нейронных сетей, для обучения алгоритмов машинного обучения. В тех задачах, которые мы решали, у нас были такие наборы данных, то есть вот мы анализировали успешность студентов, там у нас действительно вот наши студенты, мы знаем, кто из них успешный, академист, кто неуспешный, и мы уже как бы имеем так называемый размеченный набор данных. Для вот задачи, которые связаны с определением, с нахождением или с поиском в социальных сетях вот тех людей, о которых вы говорили, общественно опасных, скажем так, вот я пока первое, что вижу, что нам нужно, это вот нам тоже необходимы такие наборы данных. То есть, например, нам нужно, например, вот тысячи страниц пользователей, которые являются общественно опасными, например, и, например, тысячи страниц тех, которые не общественно опасны. Ну, чем больше, тем лучше. То есть, словом говоря, вам нужны выявленные психопаты? Желательно. Их страницы. Да, это идеальный случай. Это идеальный случай. То есть, в этом случае мы можем, используя наши технические средства, наши разработанные программные алгоритмы, получить информацию, во-первых, с этих страниц, структурированную ее собрать, а потом, в принципе, машины, методы машинного обучения, нейросети, они как бы, они универсальны. То есть, для них не важно, что мы ищем. То есть, они будут находить просто различия между этими двумя группами. То есть, какие-то закономерности их поведения в соцсетях и в интернете вообще? Да, да. Вот, я, конечно, не знаю, насколько это возможно, подготовить вот такие наборы данных. Дело в том, что здесь уже должны работать люди, специалисты в психологии, может быть. Ну, вот те, кто действительно знает этих людей. То есть, может, эти люди, они находятся в каких-то базах данных уже у психологов, в медицинских как-то базах данных, что они с отклонениями. Можно вот, таких вот действительно, может быть, можно и найти. Ну, это первый этап, это как бы разметка данных, подготовка набора данных для обучения методов искусственного интеллекта. А скажите, а вот можно, вот при идеальных условиях, то есть, вы получили подобного рода данные, ну, с вами говоря, от правоохранительных органов, от медицины, вы создали такую нейросеть, вы создали машину обучения, вы выявили группу риска, да, тех людей, которые в интернете. Группу риска нам уже выявили для обучения. А потом мы можем уже, как бы, наши алгоритмы отправлять свободные плавания в интернет, скажем так. Они будут просто сканировать страницы и смотреть, кто из них, на сколько процентов, то есть, в каком-то процентном соотношении можно даже выводить. То есть, вероятность у него ноль, у этого сто, например. То есть, насколько он близок к вот этой вот группе опасных людей, скажем так. Ну, выявлять группу, получается, в интернете. Вот скажите, а вот по опыту вашей работы с успешными студентами, да, поиска успешных студентов и, по сути, потенциальных успешных студентов, на самом деле, лично идет. А вы можете сказать, что с какой вероятностью эмиряк из какой-нибудь далекой области, посмотрев его, загнав его страницу в соцсетях, в ваши программы, вы можете сказать, с какой долей уверенности, с какой процентом уверенности, вы можете сказать, что этот человек будет академически успешен? Вы уже можете это сказать? Ну, как бы этот процент, он такой, может быть, его лучше не озвучивать. То есть, мы можем сказать, что есть различия между ними, между успешными и неуспешными. А в процентном соотношении, может, Калинин Зарезионович скажет, там довольно это... Дело в том, что понятно, что я еще простые ответы. Мы можем вам сказать число, но это число, оно как бы будет... Скажите число. Нет, хотелось бы вот так поставить вопрос. Ну, это в лучших случаях больше 80%, конечно. Но первый вопрос, который у вас стоит, с какой точностью вы можете про человека выяснить, что он будет успешным? Дальше. Но в нашей работе, как преподавателей, важно в первую очередь, а с какой степенью может успешности... С какой степенью точности можно сказать, что он точно не будет нам? Дальше. С какой степенью точности мы можем предположить, что он будет средним? Далее. У нас есть алгоритмы поиска успешных на основе множества данных. Первое. Это просто оценки. Научная успешность, потому что у массы студентов КФУ есть публикации научные, в том числе и зарубежных изданий. Есть активность культурная, социальная успешность. И любая из этих видов успешности, она на самом деле в жизни потом, она преобразуется в профессиональную успешность. И поэтому, когда мы смотрим на человека, строим общую его модель, этого человека, мы видим, что он многогранен, многосторонен, но в жизни оно тоже так же преобразуется в успешность. Кем он станет? Успешным ученым, успешным администратором, успешным исследователем, геологом, который уйдет в тайгу, но он будет везде успешным. И вот этот опыт успешности мы должны выявить. Поэтому чисто... То есть вы видите, да? То есть мы стандартно, если подходить к стандартным подходам, к точке, ну, то есть к любому объекту, мы начинаем ее что? Чтобы решить любую задачу, мы должны ее перевести в набор математических параметров. То есть любой предмет мы переводим в какие-то геометрические, например, координаты. И вес, например. Все мы говорим, что об этом знаем. Если мы обсуждаем движущийся пояс, мы говорим, во-первых, направление развития, то есть движение, точнее, направление движения и скорость, да? Вот. Ускорение еще. То есть в любом процессе и любом действии мы постоянно выявляем набор данных. Вот в тот момент, когда вы ставите вопрос об успешности, мы точно так же должны ввести, формализовать, формализовать этого человека и понять, как его формализуется он. Вектором, тензором, целым рядом других параметров, например. может быть еще по-другому. И потом уже, когда мы найдем вот этот вариант формализации, мы точно уже можем сказать, смотрим на этот параметр, смотрим на этот параметр, смотрим на этот параметр, на их основе у нас построено или уравнение, или мы с помощью нейронной сети мы им распределяем. Вот, когда ты говоришь, этот параметр, этот параметр, этот параметр, можно расшифровать параметр, например, этот параметр, например, и что там? То есть мы обычно привыкаем, что каждый параметр мы рассматриваем как число, например, действительное или натуральное число. Но, по крайней мере, в тех работах, которые мы, точнее, те, ну, та работа, которую мы ведем, мы ее ввели через несколько параметров. Это, например, количество фото, количество видео. Далее, это, конечно же, набор интересных страниц у студента. Вопрос по содержанию, например. Как их перевести? В число мы не можем перевести, например, те кинофильмы, которые, например, смотрят, то есть пользователи социальной сети. Но, например, те группы, в которых он состоит, он может стоять в группе юмор, он может стоять в группе молодой физик, он может стоять в группе еще какой-то. У него указаны его отношения, например, к курению. Ну, хорошо, отношения к курению, курю-не-курю, 0-1, да, для нас это будет. Например, как правильно перевести в цифру. Наша задача, как правильно перевести в цифру вот этот набор данных. Если он, например, обучался сначала в школе в деревне, потом он обучался в колледже в крупном городе, а потом он обучался, поступил к нам в университет. Как вот эту его дорогу расписать? Перевести в цифры. То есть, по сути, вы оцифровываете человека. Мы должны оцифровать, создать его цифрового двойника. И когда мы окончательно создадим вот эту модель цифровую человека, тогда уже, в общем-то, мы должны создать механизм обработки этих данных. Что-то мы должны умножать, что-то складывать, а что-то, может быть, дифференцировать. То есть, аппарат математический, в общем-то, развит. Вот мы заняты как раз оцифрованием и попыткой найти те преобразования, которые приведут нас к цифре, которые вам требуются. Простая цифра — 90%, 80%. Но путь этот достаточно длительный. Но ведь, по большому счету, оцифровать человека, не кажется, что это такая почти безграничная задача? Там же сколько нюансов в психике, в его поведении? Это очень полезная задача, потому что она дает возможность человеку найти свое призвание в жизни намного легче. Если мы будем заранее знать, будет ли он успешен в физике, и он идет, например, на гуманитарную специальность, потому что его мама с папой подталкивают на гуманитарную специальность, его мама с папой — гуманитарии. И в этот момент мы можем ему помочь найти сразу же свою стезю в жизни. Это принесет всем пользу. И в других таких же моментах, и в лечении, и в видах отдыха, и в хобби, это открывает такие огромные возможности в повышении эффективности жизни человека, чтобы он не тратил каждую свою секунду жизни на то, что для него представляется тупиковым. И поэтому любой вклад в эту работу, он, конечно же, будет объективно, принесет огромные плоды. Поэтому любые затраты в этом направлении. Скажите, подобными вещами сейчас занимаются и банки. Я точнее уточнить хотел. Подобными вещами занимаются банки, когда они вводят искусственный интеллект для поиска качественных заемщиков. То есть, вот, например, Сбербанк грозился пару лет назад, что уже в этом году, в 21 году, они значительный процент решений по тому, давать кредит или не давать кредит, будут выносить на основе нейросетей, программ, которые обработают поведение человека в соцсетях, обработают поведение в интернете, его цифровые следы, и вынесут такие решения. То есть, мы тебе даем кредит, потому что ты надежный заемщик, и мы знаем это. У тебя высокий потенциал надежности заемщика, да, или ты, заемщик, ненадежный, поэтому, там, тебе проценты выше, или вообще не дадим. Это то же самое? Они примерно тем самым занимаются? Да, очень похоже. И самое главное, у них есть уже готовая база данных. А в чем отличие работы, условно говоря, вот тех людей, которые, тех банкиров, которые занимаются подобными вещами, а той работой, которой занимаетесь вы? Ну, с технической точки зрения, я, конечно, не знаю, какие они алгоритмы используют для анализа, для обработки данных. Ну, наверное, у них очень большая база данных просто есть. Да, у них данные очень хорошие есть. То есть, есть же базы, базы, как она называется, вот, когда проверяют, да, тебе... Кредитные истории. Да, кредитные истории. То есть, эта база у них есть. То есть, они могут спокойно найти этих людей в социальных сетях, которые в этой базе. Ну, то есть, считается, что они, как бы, плохие, да? То есть, это вот набор данных плохих людей. А те, кто, как бы, а, хотя кредитную историю у всех есть, у хороших и у плохих. Да. То есть, ну, у них вообще нет никаких проблем. То есть, они могут найти этих людей в интернете, в социальных сетях, и сканировать их профили, и просто анализировать с помощью различных методов статистики или машинного обучения, и состоять модель, которая будет просто прогнозировать, то есть они дают фамилию, программа находит этого человека в интернете, и просто анализирует, и дает ответ, хороший он кредит, давать ему кредит, или нет. Тут добавочки. То есть, во-первых, о них есть кредитные истории, но не всегда, когда человек хорошо раньше отдавал долги, он сможет в условиях ухудшения экономической ситуации правильно отдавать долги. Поэтому кто-то из тех, кто даже хорошо отдавал в свое время долги, потеряется. Вот как раз для этого они могут посмотреть окружение этого человека, его друзей в соцсетях. И если его друзья, например, подавляющее число его друзей в соцсетях не отдают долги. То есть, анализируется позиция, что, ну, раз он находится в таком окружении, где царит такое мнение, что не обязательно вовремя отдавать долги, скорее всего, и он будет склонен. Это первый момент, который хотелось бы добавить. То есть, к словам Фадима Буараковича, что, во-первых, есть четкий ответ, будет, отдаст, не отдаст, или в скольких процентах случаев раньше он отдавал. То есть, мы еще добавляем, они могут, банки, добавить вопрос в том, в каком окружении он находится. И, в-третьих, все-таки мы всегда помним о вероятностном характере вот этого ответа. Большинство людей, они не готовы к жизни, к жить с ответами вероятностного такого характера. Им хочется, да, нет. Мы же оперируем, конечно, совершенно другими параметрами, 72 с половиной процента, что отдаст, при этом какой-то процент, что не отдаст. То есть, вот этот момент тоже надо учитывать. Ну, просто этот может порог менять. То есть, если вот у него есть 90% что он даст, то есть, то им только таким, например. Если ниже 90, то им не даем. Ну, или 50% там, границу эту можно смещать. То есть, мы жестче относимся к людям или... В трудной ситуации. А вот скажите, вот интересный момент по поводу того, что изучать не только профиль непосредственно человека и его поведение, но и его друзей, его окружения. Вот вы, когда работаете в поиске, по сути, задача вот успешного студента, да, то, что у вас, ваш проект успешный студент, по большому счету, так его обозначу. Я понимаю, сколько там нюансов возникает, но для простоты. На самом деле, вы же, по сути, ищете просто талантливую молодежь. В конечном итоге. Причем талантливую молодежь, которая, ну, в потенциале вообще в Казахский университет приглашать бы. Вот. Вы используете их друзей? Уже включаете вот эти такие параметры, как друзья? А каковы их друзья там, да? Или нет еще? Ну, мы пока, как бы, мы сейчас как раз этим занимаемся. Вот вы как раз интересно вот этот момент сказали. Мы вот сейчас почти два месяца занимаемся скачиванием друзей, вот этих вот людей, которых мы анализируем. Потому что друзей много, а процессы скачивания, они не быстрые. И у нас уже разработаны алгоритмы. Есть вот нейронные сети, которые называются графовые нейронные сети, ну, или нейросети, основанные на графах. Это нейронные сети, которые позволяют анализировать, анализировать, вот, скажем так, конкретного нашего объекта, вот, конкретного человека, социальной сети, с учетом его друзей. А вот скажите, подобного расширения, да, поиска через друзей, через какие-то другие контакты, вот применимо ли при поиске, ну, с чего мы начинали, общественно опасных людей? Я думаю, очень, да, есть. Да. То есть, у этих людей есть особый круг общения, да? И он тоже имеет свои особенности, закономерности и специфику. Вполне возможно. Наверное, да. То есть, это надо посмотреть у них действительно сначала. То есть, мы же никогда еще не смотрели вот таких людей и какие у него друзья. А может, он наоборот дружит только с теми хорошими, чтобы выглядеть хорошим. Кстати, будет следующий вопрос по поводу возможности спрятаться, зная, что, например, есть такие программы, которые, ну, ослеживают человека и его поведение. Большинство, видимо, людей, которых мы сейчас анализируем, они уже подспудно исходят из того, что сети анализируются. Мы часто видим у студентов, например, мы хотим вот выявить профиль успешного студента, мы ищем и находим три или четыре. То есть, один профиль он предъявляет друзьям, второй профиль у него родителям, третий профиль еще кому-то. И там, в общем-то, содержится информация зачастую противоположная. И, но как раз вы, тоже есть целый набор алгоритмов, чтобы понять, насколько активен. Потому что, если человек какое-то время пытается сначала вести все эти четыре, например, да, потому что он пытает, понимает, что может быть отслеживана его активность на странице. То есть, как часто он заходит, как часто он меняется. Но также есть целый набор алгоритмов, которые помогают отследить внимание, например, к тем же группам. То есть, человек может подписаться на сто групп, ну, то есть, интересных страниц, да, но как часто он их посещает, как часто он на них останавливается, да, какой... Сколько времени проводит. Сколько проводит, какой экран, да, на чьих страничках он находит. И вот, например, вот если говорить по этому, ну, в общем-то, преступнику, несчастному, в общем-то, парню, преступнику, который, в общем-то, ведь момент какой. Не оказалось никого, кто мог бы его остановить. Вот в чем дело. У него оказалось нет в его жизни ни любви, ни семьи, ни... Ну, то, что этот человек жил в аду, однозначно. У него внутренний ад, и, по сути, это его, ну, на мой взгляд, это мое личное и идеалистическое, может быть, абсолютно не научное объяснение, но это человек, который... Этот ад был настолько тяжел, что он просто этот свой ад сбросил на плечи других. И нам, конечно, хочется сказать. Получил облегчение, да. Интересно бы, конечно, посмотреть его страничку в социальных сетях. Я, кстати, заглядывал на его страничку, страничек очень много. Я не знаю, точнее, я не знаю, какая из них страничка, потому что сейчас там десятки уже страниц под его, как бы, данными. Видимо, заполняют кто-то, открывают новые люди, ну, и там выкладывают для хайпа или для каких-то особенностей, странностей своих поведенческих. Вот, знаете, к мне вопрос был интересный. Вот к вам сейчас пришли бы и сказали, ребята, вот есть такая тема. Нам нужны отыскать психопатов в соцсетях. Отыскать психопатов не когда он пошел, написал слово «Бог» и пошел с ружьем стрелять, да? А еще до того, как он даже об этом задумался. Теоретически можно же, по его поведению, если брать большие данные по анализу многих людей, что можно выяснить, что этот человек склонен, приличие даже не идет о том, что он стрелок, о том, что он склонен к таким вещам. Правильно же понимаю? Вам было бы интересно на такую тему взяться. Да, тема интересная. Она просто насколько общественно значима-то важна. Да, она вообще стуальна. Возможно даже в каком-то смысле важнее, чем успешно. Там уже стало, если человек всегда пробьется. Пускай сложным путем, через проблемы, в том числе с родителями, он свое найдет. А вот людей это не вернешь, если что-то случится. Вы знаете, у меня какой вопрос еще? Это мое предположение. Я хочу узнать у вас, так ли это или нет. Мы все знаем, что наши органы плотно сидят тоже в интернете, отслеживают соцсети. И вот буквально 11 числа, когда в Казани случилась трагедия, вечером в Крыму уже задержали тоже потенциального террориста, который написал в соцсети, что я тоже типа я бог, сейчас пойду тоже взрывать. Его задержали тут же. Да, ну потом он, конечно, стал говорить, что он решил проверить органы и что-то еще. Ну, неважно. Смысл в том, что мы увидели реакцию на... Ну, сумка, когда человек написал там я бог, да, все. И вот у органов данные появились, они сразу задержали. А речь идет о том, чтобы вот эти... отслеживать людей, которые потенциально готовы, которые, возможно, никогда и не совершит шутинг. Но у него есть предпосылки к таким вещам. Вот. Правильно понимаю, что вот такая работа это ваша работа? Ну, наверное, я бы поспорил с тезисом, что актуальнее. Вот этот подход к жизни, реактивность, то есть пока не пинули, не действовать, ничего не делать, это как раз и подход, который приводит к таким результатам. Вот кто-то пострелял, все резко собрались, попытались что-то сделать. Это не активный подход к жизни. Этот подход к жизни всегда приводит к проблемам. Нормальный подход к жизни — это все-таки искать активных, найти талантливых, их отправлять в жизнь, давать им возможность двигаться вверх, давать им, открывать им социальные лифты. И тогда вот таких людей без семьи, без любви, без жизни, с адом в душе, их останется только больные люди. Поэтому вот этот момент я хотел бы отметить. Ну, нельзя. У нас общество достаточно интеллектуальное. У нас есть университет, мы вот работаем в Казанском университете. Если бы государство привлекало бы специалистов Казанского университета для разработки стратегии развития нашей страны, то очевидно, то очевидно, вот не было бы вот этого ситуативного метания. Там взорвалось — надо срочно это запретить. Тут прорвало — надо срочно вот это запретить. Там люди заболели раком, надо срочно вот это сделать. Там вот, ну, это невозможно, это не жизнь, это метание людей-временщиков. А надо строить нормальную стратегию и готовить элиту страны для того, чтобы она вела страну по этому нормальному, по человеческому пути. А постоянно искать людей больных — это тоже можно. Вообще нет проблем. Но, как бы, а насколько, какой горизонт вашего планирования? Полгода, год? Сколько вы хотите продержаться? Но мы-то не хотим не продержаться ведь. Мы же хотим строить свою жизнь на пять, на десять поколений на этой земле. Поэтому вот я принципиально не согласен вот с этой вашим посылом. Искать только тех, кто хочет устроить шутинг. Нет. Я говорил о другом. Я говорил, искать не тех, кто хочет устроить шутинг. Это как раз то, что вот эта ситуация мы увидели в Крыму, когда реактивно схватили человека, который уже написал со себя, что найдет устроить шутинг. Я говорю о поиске тех людей, которые под... Они даже еще не думают о шутинге. Но в их поведении в интернете есть очень много закономерностей, которые очень похожи на поведение тех людей, которые уже устраивали шутинг. Да, это важно. Но у нас ведь целая армия психологов. Но они живут так же. Пока в моей школе что-то не случилось. Поэтому я пригласил сюда не психологов, а математиков, специалистов в искусственном интеллекте. И мне этот момент интересен. Мне интересно, можно ли это сделать? И что для этого нужно сделать? И какие вам для этого нужны ресурсы? Кто вам должен... Вы же не можете любительски на коленках заниматься такими вещами. Может ли вообще таким вещами заниматься? Вот какие главные вопросы здесь стоят. У нас должна быть целостная система анализа потенциальной активности любого человека. И система корректировки соответственно поведения тех, у кого есть проблемы и развития тех, у кого есть огромный потенциал. Мы не должны выделять отдельные группы. То есть вот сейчас мы не должны перейти креном и начинать только корректировать по всем направлениям. Корректировать деятельность людей вот этих. Мы должны весь спектр людей брать и всем помогать. Тем, кто через три года сделает открытие великое, и ему уже сейчас надо помогать. И тех, кто только через 10 лет... А вы сможете с помощью искусственного интеллекта и с помощью поиска особенностей поведения в соцсетях таких групп людей, которые потенциально могут сделать через три года открытие, определить, что этот человек потенциально может сделать открытие в науке, например? Он может и всему... Вы можете определить? У нас есть пока технологии, которыми мы уже находим академически успешных людей. Вопрос ведь в другом. А что, если он сделает, уехав за границу? Мы пытаемся ему выявить этого человека творческого и дать ему возможности. А он уедет за границу и там сделает это открытие. Но сам факт того, что вы заранее сможете сказать, что... Это... Академическую успешность человек, конечно, мы... Профессиональную академическую успешность мы определяем. Определяем, да. А вот скажите, ну, возвращаясь к тому, к теме, которая для вас близка, и, возможно, мы сейчас покопаем какие-то интересные подробности для наших зрителей. Вот вы сказали, что вы можете определить по поведению в соцсетях, этот молодой человек будет академически успешен или не будет академически успешен. Можете ли сказать какие-то признаки, которые... Ну, такие яркие признаки, которые у вас уже, ну, которые бросаются в глаза, где можно там не 90% вероятность, там, пускай 60% вероятность, но тем не менее, там, в количестве фотографий вы сказали, да, чем отличается молодой человек, у которого потенциал успешности высокий, там, и от молодого человека, который потенциал успешности невысокий. Вот в фотографиях, в особенностях, в музыке, в группах, можно назвать, ну, просто так на скидку, чтобы вам обратили внимание и заметили. Ну, мы можем... мы анализировали группы, в каких сидят, скажем так, успешные, в какие неуспешные, то есть мы музыку, музыку тоже, да, фильмы, то есть это как конкретные названия групп, конкретные названия фильмов, конкретные названия музыкальных клипов, которые слушают. То, с вами говоря, какую музыку слушают те ребята, которых вы считаете, что они будут академически успешными? И какую музыку слушать те ребята, которые с определенной вероятностью будут неуспешными академически. Они, может, в других областях вполне будут успешными, кажется. И в каких группах у них? Какая музыка? Сама музыка? Рэп, я не знаю, классика? Рэп является признаком невысокой успешности. Да? Да, рэп является. В общем-то, особенно с использованием ненормативной лексики, это всегда достаточно низко... Но, я уточню, мы не можем взять только одну группу. Очень часто бывает, что студент успешный, тот набор кинофильмов, которые он смотрит, он сигнализирует о его успешности. Те группы, в которых он... У него указано достаточно много родственников, то есть это его тоже характеризует. Но, может быть, один из критериев, например, как музыка, может быть неуспешной. Поэтому, в целом, он может быть намного выше среднего. Поэтому здесь еще у нас также идет исследование, связанное с его предпосылками. Для людей, которые... Потому что мы работаем с формирующимся человеком. Он из, например, маленького населенного пункта, его набор критериев один. Кто-то из крупного населенного пункта, из Москвы, например, или из Казани, миллионного города. У него набор вот этих другой. Да, но там очень разнообразные. Действительно, почему мы используем нейронные сети? Потому что четкий набор этих параметров, его сказать невозможно. Именно только с помощью нейронной сети мы можем вот этот целый набор. То есть, вполне возможно, успешный будущий студент, или будущий ученый, будущий академически успешный человек, он вполне может тоже слушать рэп. Но у него еще будет масса других критериев, которые показывают, что... выясняют, что вы относитесь к группе его потенциально успешных. Но он тоже может слушать рэп. Но таких все равно там будет меньшинство в этой группе рэперов. Да, и тот, например, в общем-то, контент-анализ его стены, то есть тех слов, которые он использует. Как часто он использует там различные варианты, там вот смайликов, или доля слов и смайликов, соотношение, например, да, соотношение фотографий и видео, то есть то, насколько у него развита тревожность, то, насколько, например, у него развиты другие качества. Я бы не хотел чистить вот этим психологическим термином, потому что у нас за это, за психологическое составляющее ответственный, как сказать, институт психологии и образования, вот, сотрудники лаборатории. Но там у них есть целый набор вот этих профессиональных слов, которые они приводят, какой из них из этих параметров. А по памяти, помните, забавный элемент смайлики сказали, соотношение смайликов и слов, ну, скажем так, уагонемически успешных смайликов больше или меньше? И они предпочитают пользоваться словами. Все понятно. С смайликами это потенциально относится уже, ну, понятно, что с высокой, ну, с определенной вероятностью только относится к менее академически успешным, скажем так. Любопытно. И, по сути, те же самые критерии в каком-то смысле можно применять к тем людям, которые, ну, психопатам, да, в поиске. Да, наверное. Ну, тем более, когда мы применяем нейросети, у нас как бы, нейросети, она же как черный ящик, ну, или как мясорубка. Мы туда подаем, да, на выходе получаем нолик, единистку, скажем так. То есть ноль это успешный, а один неуспешный. А как она там анализировала, как она их обрабатывала, то есть что для нее важнее, что не важнее. Мы не можем так точно сказать, когда используем искусственный интеллект. То есть мы конкретно там подаем весь набор данных. И фотографии, и друзей, и посты, и группы, и тексты. Это все идет как бы одним набором. А на выходе нейродная сеть нам просто дает уже картину, ну, ответ про этого нашего человека. Человека-респондента. Ну, то есть что мы там анализируем, то есть в каком аспекте мы его анализируем. Успешность, неуспешность, или он психологически устойчивый, неустойчивый. Ну, так как мы используем два метода, то есть мы используем и нейросети, и статистические методы, где можно конкретно уже смотреть, какие параметры, у кого какие-то значения принимают. А вот скажите, с какими трудностями вы столкнулись, когда начали свою работу? Вот самая сложная вещь, которая для вас была, и, возможно, сохраняется. В техническом смысле, вот то, что я же говорю, вот мы сейчас скачаем два месяца уже друзей, друзей наших, вот, испытуемых, скажем так. Это связано с тем, что мы используем ВК-АПИ, стандартный вот этот вот способ, документированный, который представляет социальная сеть ВКонтакте. Там есть довольно серьезные ограничения по объему скачивания, по количеству скачиваемых данных. И поэтому мы не можем очень быстро скачать, например, информацию с большого количества страниц пользователей. Это занимает некоторое такое долгое время. Я, конечно, слышал, что есть какие-то возможности, можно как-то договориться с социальной сетью ВКонтакте, то есть каким-то образом получать данные более быстрым способом. Вот это вот наша серьезная проблема. То есть отсутствие прямой связи с собственниками соцсетей, да? Ну, да. То есть те средства, которые там стандартные есть для получения данных, они довольно медленные. И это нам, ну, такие сложности связаны с тем, что мы не можем быстро оперативно скачать большие объемы данных. И когда вот мы искали людей, тоже у нас очень долгое время не ушло. То есть мы несколько месяцев искали профили, например, наших студентов. Количество фотографий. Когда мы скачаем фотографии, например, то есть мы не можем слишком много их скачать за определенный промежуток времени. Текстов. Вот это вот один из моментов. То есть если это действительно как бы вот то, что мы разрабатываем, применять вот для этих целей, о которых вы говорили, да, то тут надо какой-то найти способ более... То есть цели поиска... Поиска... Она с чем связана? Потому что очень часто преподаватели ставят оценки, в общем-то... Ну, по моему мнению, необоснованно. Когда смотришь зачастую... Мы ведь, в общем-то, работаем с оценками по экзаменам, например, да, и там полгруппы пятерки. Остальные полгруппы четверки и одна тройка. Совершенно понятно, что преподаватель, например, и так идет постоянно у одного и того же преподавателя. Или, например, какой-то преподаватель всей группе поставил пятерки. Мы понимаем, что когда мы ищем другого, если мы ищем академически успешного человека, то тогда это нереально. То есть в разных институтах очень часто... Действительно, мы погружаемся в набор вот этих оценок разных институтов. Впечатление часто очень плохое складывается о некоторых институтах наших, потому что необъективные видны оценки. Потому что если весь поток идет и оценивается на пятерки, они, конечно, не должны думать о нашей проблеме, как же мы должны выявить социальную службу. Но это говорит об необъективности очевидной. Очень часто на целых потоках идет одинаковая оценка, например, только тройка, например. Дальше. Ну, конечно, мы это все нормализуем, мы переводим разные институты. Например, для физиков это, например, 3,5 средний балл по какому-то предмету. Это, например, нормально. Но когда, например, какой-то берем гуманитарный, и там весь поток получает средний балл 4,8, это, конечно, неприятный момент. Достаточно слабо у нас все-таки в университете поставлен сбор информации текущей. То есть мы отслеживаем в основном экзамационные оценки. У нас в университете плохо поставлено, все-таки я считаю, по тем данным, которым мы владеем, работа с текущими баллами за работу. Вот если бы у нас была бы работа, как человек ритмично работает, мы бы сказали бы лучше. Может быть, он просто приходит и на экзаменах все отвечает. А в течение семи... И ему, например, еще добавляют баллы преподаватель, который не хочет связываться с этими все. Ну, пришел, ответил, на тебе пятерку. Или пришел, ответил, на тебе четверку. А в других институтах ответственно поставлен этот вопрос. И он весь семестр должен ритмично работать. Вот этих моментов много. И вот в плане вашего вопроса точно так же. Например, как, насколько... Здесь потребуется интеграция нескольких сетей, очевидно. То есть взять информацию из одной сети, это недостаточно. Потому что сейчас есть как минимум три основных сети. То есть надо будет вести сбор информации из трех сетей, интегрировать в общую базу данных и потом проводить как статистический анализ, так и уже и анализ нейросетевой. Ну, в Казанском университете много институтов. Но вот то, что проблема, которую вы подняли, она мне показалась любопытной. Вот я не буду говорить о том, что... То есть, по сути, вы с помощью своих математических средств заглянули, как бы, университет с изнанки, да, посмотрели. Подоплеки какие-то вещи. И какие-то вещи вам там даже не понравились. Очень не понравились. Вот. Я не буду говорить... Давайте не будем говорить о тех, кто вам не понравился. Поговорим о тех, кто... Просто назовем тех, которые, на ваш взгляд, вот, судя по тем данным, которые вы получили математическими, ну, на ваш взгляд, они хорошо работают, да, они объективно оценивают своих студентов и в том числе делят их на... Действительно, оценка там связана с... Мы с такими вещами не занимаемся. У нас нигде нет фамилий. Нет фамилий, нет. Какой институт, на ваш взгляд, наиболее выстроена эта система лучше всего? Ну, наверное, тоже неправильно было бы это. Потому что если мы назовем единички, все остальные будут ноликами. Нет, нет, мы вообще на это внимание не обращаем. То есть это мы персональные данные. И вот даже название институтов для нас, мы пытаемся это нигде не... Ну, просто понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что, по сути, вы выполнять это получилось отчасти случайно, да? Это получилось отчасти, ну, какой-то побочный для вас продукт. Ну, на самом деле, продукт полезный для, например, администрации университета. Ну, да. Которая, ну, просто на цифрах, на руках может там говорить, ребята, вот давайте-ка это будем что-то менять с этим делом. Вот у вас, в основном, есть такие преподаватели, которые... Ну, на наш взгляд, это не совсем правильно. То есть вы можете предоставить там руководству университета какие-то инструменты, которых у них сейчас нет. Причем эти инструменты получились случайно для вас. Это побочный продукт для вас. И поэтому, когда я говорю, что не надо говорить там преподавателям, которые, на ваш взгляд, фамилии, имен, да, которые, на ваш взгляд, не объективны в своих оценках, просто ставят всем пятерки. Не надо говорить об институтах, где это распространено. Но сказать об тех институтах, где оценки ставятся более-менее лучше, объективнее, да, где работа эта поставлена более правильно, и это вы видите. Почему о них не сказать? Позвольте все-таки не отвечать прямо на ваш вопрос. Действительно, очень много интересных выводов у нас появляется. Но, опять же, мне хотелось бы отметить, когда вы обсуждаете вопрос о академической успешности, мы ведь понимаем, что у университета есть не только академическая, но и финансовая успешность. Возможно, есть позиция в некоторых институтах, что если ставить оценки повыше, это будет в какой-то степени мотивировать студента. То есть, возможно, на первых курсах такая позиция в некоторой степени и обоснована. И не отчисление студентов, когда у них высокая оценка, повышать им оценки, не отчислять их, это приводит, может, к финансовым учреждениям. Вот так же видите, как академическая, то есть успешность студента, она может быть научная, академическая, социальная, так же и здесь. У университета может быть финансовая успешность, так сказать, образование, или вот сейчас по уровню зарплаты выпускников. Может быть, главное для некоторых, в общем-то, руководителей сейчас это финансовая успешность. Ну, хорошо, тогда по-другому поставлю вопрос. Теоретически, теоретически, вот те данные, которые вы собрали, в том числе вот эта внутренняя кухня университета, которая вдруг неожиданно для вас начинает проявляться, я не касаясь мотивов, мотивы могут быть почти очень хорошими, на самом деле. Вы бы могли уже написать такую докладную записку для руководства, например, администрации университета, вот смотрите, вот такие, 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 или такие записки же даже, может, писались на основе вот этих данных, что здесь можно поправить, здесь вот какие-то проблемные зоны. По сути, вы проблемные зоны выявляете в каком-то смысле? Да, конечно же, в принципе. Но было бы логично взять еще новый пласт данных и, в принципе, еще раз проанализировать и на, вот, после, например, этой новой сессии провести этот анализ или на основе зимней сессии дать, в принципе, анализ это возможно. И, наверное, руководству это было бы полезно. Давайте так, помимо академической успешности, вы же сейчас еще подступили с такой, ну, на мой взгляд, тоже грандиозной теме и проблеме, это профессиональная успешность. То есть, если по академической успешности я немножко представляю, чем вы занимались, потому что я понимаю, откуда вы взяли базы данных, но университет на этом сидит. Университетская база данных – это как раз база данных, которые… это тысячи студентов, десятки тысяч студентов, и у вас есть данные, они как-то хорошо учились, плохо учились. А профессиональная успешность? По каким критериям определяется? Как вы к этой теме подступились? Где вы берете такие базы данных? Информацию по профессиональной успешности мы берем из баз данных HitHunter, из сайта HitHunter. На основе профилей соискателей, соискателей работ, как там… И там, в принципе, есть информация о соискателях, довольно много информации о них, то есть, на какой должности они… какие они должности занимали, на какую зарплату они претендуют, что там еще там… В каком регионе, знание языков… Сколько времени они ищут работу, ну, то есть, есть вот… Целый набор, опять же… Да, целый набор, ну, что есть, то есть, скажем так. И какие там накономерства вы уже определили, что там интересного нашли? Есть можно что-то рассказать об этом? В принципе, у нас там очень хорошие результаты получаются, там у нас сколько… Ну, вот, 80, сколько там, 3%, по-моему, максимум у нас, да? Да, мы можем различать успешных от неуспешных с помощью нейронной сети, с помощью искусственного интеллекта. То есть, вы можете взять любого человека, пропустить его через свой черный ящик нейросети, правильно понимаю? И на выходе вам даст ответ, что этот человек будет в этой сфере профессионально успешным или не будет профессионально успешным? Ну, даже не в этой сфере. Она нам дает просто, будет он успешным или нет. Ну, естественно, в какой-то сфере же… Слушайте, ну, это же продукт, который, в общем-то, должен быть жутко интересен для кадровых агентств, для работодателей. К вам еще очередь не выстроилась? Выясните? Нет, пока это у нас очень свежие результаты. Об этом пока мало кто знает. Вот результаты работы подали вот на конференцию ИФТ, которая сейчас вот скоро пройдет. То есть, там статьи у нас по результатам этой работы будут. Вот потом и выстроиться. Это очень любопытно, очень любопытно. Мы исходим из того, что, в общем-то, успешность — это состояние человека. Если человек привык быть успешным, если он был академически успешным в ВУЗе, то он будет тянуться к этому же состоянию успешности. И когда станет профессионалом, он будет хотеть, ну, как сказать, быть впереди. И поэтому это, в общем-то, достаточно цикономерно. Потом будет нам сейчас проследить вот успешность его как школьника, успешность как студента, успешность как профессионала. Вот эту целостную цепочку выстроить. И то, как меняется его профиль в социальных сетях за его движением его в жизни. От успешного школьника к успешному студенту. Какие происходят изменения в его жизни. И как это отражается в успешности в соцсетях. И из какой сети он переходит в какую соцсеть. Потому что в разных возрастах разные соцсети в основном люди используют. Вот. Как он, в общем-то, для мужчин и для женщин. Это есть разница. Потому что часть женщин, они становятся успешными в семейном, как сказать, плане. Часть мужчин становится успешны в семейном плане. Часть мужчин или женщин становится успешны в административном плане, в социальном плане, в научном плане, в профессиональном плане. То есть вот эта траектория... Вы можете ранжировать эту траекторию и прямо вычислять по цифровым следам все это можно сделать, да? Мы видим предпосылки к этому. И те технологии, и те алгоритмы, которые надо строить. Ну, очевидно, что пока мы работаем в рамках одного гранта, мы выполняем то, что РНФ нам и запланировал, и поручил, так сказать. Мы работаем в рамках одного. Но здесь видно огромный пласт работы, который может быть сделан и помочь нашему обществу, каждому человеку в жизни, выбирать себе траекторию в жизни. И, соответственно, если есть ответственное государство, оно будет помогать этому человеку обязательно самореализоваться. То есть это... Когда мы говорим об успешности, мы же можем тут же ввести понятие соответственно неуспешности. Например, те же органы соцобеспечения, которые отчасти работают слепую или по заявлительной позиции. Получив такие данные, в общем-то, будут понимать, какой у них потенциал работы, кому надо помогать. Потому что на самом деле, то, что мы говорим, человек может быть неуспешен в профессиональной деятельности, но он все равно выполняет какую-то важную роль... В обществе, как член общества, как родитель. В конце концов, если говорить с религиозных позиций, все мы родились не случайно, все мы какой-то пазл, это большой вселенной, и каким-то образом мы его поддерживаем. Один из пазлов, который составляет вселенную. Но здесь мы, конечно, находимся в сфере прогнозирования. В данной ситуации вот этот подход, мы смотрим на человека и утверждаем, что именно этот конкретный человек будет успешен, здесь он, конечно, не работает. Мы по каждому человеку можем сказать лишь прогноз. Вероятность. В какой-то вероятности, да. И эта вероятность выше 50? Я сказал. Значительно выше. Значительно выше. Значительно выше. Мы же разбили на 5 кластеров. Профессиональная успешность у нас разбита на 5 кластеров. Первый самый это неуспешный, пятый это максимально успешный. И когда мы сравниваем первый со вторым, у нас разница как бы небольшая. То есть нейросеть плохо прогнозирует, скажем так. Если мы первый с третьим уже больше, она лучше различает их. В четвертом еще лучше, кластером с пятым еще лучше различает. То есть сразу видно, что вот модель как бы работает на самом деле и хорошо их может разделять. Я слышал цифру 83% с вероятностью 83%. Опять это такой процент, как бы не то, что железный, скажем так. Понимаете, вот там ведь тоже определение даже успешности. Мы приняли вот такое определение успешности, а может быть она немножко другая. В этом случае может процент поменяться. Ну, это все равно впечатляющая цифра на самом деле. Понятно, что до 100 никогда не дойдется. Потому что, ну, это как число Пи, там, конец искать. Но вероятность очень высокая. И вот возвращаясь к нашему началу нашего разговора, к этой истории трагической в Казани, к тому переживанию, которое мы все получили, правильно понимаю, что если те условия, которые вы говорили, для создания такой работы, для проведения такой работы по поиску социально опасных людей, если вам условно предоставить такие возможности, то процент, можно дойти до 83% того, что, то есть, определение этих групп с вероятностью 83%, что эти группы потенциально опасны, эти люди потенциально опасны. Правильно понимаю? То есть, это не значит, что к этим людям применяются репрессии мгновенно. Потому что этот человек, невозможно, никогда не совершит вот таких ужасных действий, которые совершил этот парень, стрелок. Но то, что он относится в группе риска, и что просто за ним помощь оказать, в конце концов. Может быть, даже проценты больше будет, потому что они слишком сильно отличаются от... А очень яркие, да? Вот у нас ведь студенты, они почти... Они все нормальные. У них отличие только в оценках, в принципе. Да, даже и это еще непонятно. Есть студенты, которые работают, из-за этого они плохо учатся, потому что они очень хорошо работают где-то. То есть, если бы он не работал, например, у него были все пятерки, например. То есть... А вот когда мы будем анализировать, ну, если будем анализировать именно данные по поиску психологически... Нестабильных? Нестабильных, например, ну, они... Это же сильно отличается они от нормальных людей, скажем так. Тогда, может быть, и там даже будут более высокие результаты. Наверное. Ну, я так думаю. А вот, условно говоря, мы можем, если завтра найдем профиль этого... Сегодня найдем этот профиль парня. Я говорю, там, правда, о чем проблема? Потому что десятки профилей создали. Какой из них реальный, непонятно. Найдем профиль того керченского стрелка, который 3 года назад, в 17-м году, там, в Керчеве устроил бойню тоже в колледже. Найдем профиль парня в Москве, который там стрелял. Ну, шутников уже было много, на самом деле. Ну, 5-6 человек, наверное, никогда уже наберется по стране. Это слишком мало данных, да, чтобы найти какие-то закономерности? Ну, для методов, которые мы используем, машинное обучение, нейросети — это очень мало. То есть на основе них... Ну, на таких маленьких данных не делалось никакие выводы. Ну, нужно, ну, хотя бы сотни, скажем так. А если еще лучше, если тысячи. Ну, не знаю, Галина Александрович, может, скажет, может, как-то на нескольких профилях можно как-то... Нет, нет, это невозможно. Вряд ли это... Нет, невозможно. Ну, может быть, они, конечно, сидят на каких-то таких жестких группах, которые действительно царились. Ну, какие-то вот группы, которые какие-то особенные, может быть, да? Может быть, они... Может быть, конечно. Может быть, они на страничках пишут какие-то тексты уже, которые явно выделяют вот их... Так что... Ну, в общем, рабочая данных надо. Надо побольше размеченных данных, скажем так. Ну, потенциал в этом есть. Потенциал в этом есть. И мне кажется, что этот потенциал, возможно, даже поинтереснее, чем вот эта крепотливая работа психологов, психиатров, да? Ну, которые действительно могут пропустить таких людей, пропускать таких людей, только по событиям уже, по... Когда у человека, ну, условно говоря, планка съехала, да? Крыша поехала, вот тогда могут поймать. А вы можете это... Теоретически вы можете это ловить на этапе, когда человек еще... Возможно, даже сам не подозревает, что он готов к таким действиям. Ну, здесь фактически методы, как рекрутинговые фирмы. Ведь, действительно, почему нейронные сети сейчас очень активно применяются рекрутингами агентствами? Потому что они позволяют вот первичный этап, первичное собеседование заменить на что? Заменить на вот анализ его профиля и так далее, и анализ его резюме. И это резко сокращает затраты. И только потом уже встречаться с теми, кто прошел через первичный фильтр. И даже есть ведь у нас уже и в Российской Федерации, в общем-то, боты, которые обзванивают людей, так сказать, которые вывесили свое резюме, обзванивают, задают им самые простые вопросы, и потом по характеру голоса, по характеру ответов анализируют и формируют вот эту базу данных уже только с тем, с кем рекрутер должен лично встретиться. То есть работа здесь, в общем-то, вполне аналогичная, потому что найти подходящего сотрудника себе на работу, это работа, если подходить неответственно, это очень ответственная работа. Также и вот эта работа в процессе, потому что, в общем-то, техники, они давно исследовались. Я помню, уже несколько лет, более пяти лет назад, вот эти технологии, вот этот синякид нам говорили, да, то есть, когда тестируется психика человека, вот подростка на то, готов ли он, получив анонимный приказ, даже прервать свою собственную жизнь. Соответственно, если уж он готов прервать свою собственную жизнь, очевидно, если он будет определенный приказ ему дан, он будет, очевидно, готов и другого человека убить. То есть, и уже 7-8 лет этим технологиям, синякидовым, так сказать, тестирование наших подростков в нашем обществе, до чего дошли сейчас эти технологии, они ведь тоже не стоят. Точно так же сканируются той стороной, так скажем, вот этим темной, так сказать, стороной нашей жизни, или, так сказать, людей, человечества, сканируются точно так же все профили. Вот мы стоим с одной стороны, мы сканируем людей на академическую успешность, на социальную успешность, а кто-то сканирует наших детей, наших подростков давным-давно на, вот способен ли он перейти грань, убить себя, убить других. Сэш-Ахидом. Так сказать, вы согласитесь, что эта работа ведется уже совершенно давно? Ведь кто-то же сейчас нашел его в сети, внушил ему мысль о... Вы думаете, кто-то нашел его в сети и внушил ему мысль? Или он сам поехал? Я слышал, что он, в общем-то, как-то был связан с синим китом. То есть, можно уже 7-8 лет он находится в этом состоянии. Пограничном, да? Конечно. Ну что ж, как бы на этой тревожной, и по большей части тревожной, ну, подстоять событию ноте, мы завершим нашу программу. У нас сегодня в гостях был Вахитов Гарим Заберзянович, заведующий кафедрой технологии и программирования Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ, и Гафаров Айрм Баракович, заведующий кафедрой информационных систем Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ. Я ведущий журналист Рустам Вафин. До свидания, до новых встреч. До свидания.